В эфире программа «Время говорите» в студии Юлия Ракотская. Здравствуйте! Тема нашего сегодняшнего эфира – декларационная кампания 2021 года. В гостях у нас Ирина Владимировна Ташкинова, главный государственный налоговый инспектор отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов Управления Федеральной Налоговой Службой России по Приморскому краю. Ирина Владимировна, здравствуйте! Здравствуйте! Надеюсь, все правильно перечислила. Правильно, все перечислили. Декларационная кампания 2021 года. Я для наших слушателей хочу сделать все-таки ремарку для начала. Что же такое декларационная кампания и о чем мы сегодня вообще с вами говорим? У нас с началом каждого года начинается новая декларационная кампания. Дело в том, что по законодательству Российской Федерации налоговому есть доходы, которые подлежат налогообложению. И часть с этих доходов удерживается налог налоговыми агентами при выплате дохода. А с другой части доходов налог исчисляется налогопотечниками самостоятельно. Это делается в декларации по налогу на доходы физических лиц. Она имеет название форма 3НДФЛ. И вот с наступлением декларационной кампании каждый должен задуматься о том, а возможно у него есть обязанность по декларированию доходов. Это сделать нужно обязательно, потому что возникнут неприятности, если это не сделаешь своевременно. То есть это могут быть штрафы, наверное, какие-то, пения, что-то такое. Да, существует ряд... Мы об этом позже подробно поговорим. Да, санкция определенная. Давайте тогда так. С 2020 года кампания уже завершилась. Каковы ее итоги? Кто в ней участвовал? Для начала скажу, что вообще налоговые органы обладают массивом информации, которая позволяет определить количество физических лиц, у которым по тем или иным признакам есть обязанность задекларировать доходы. И вот налоговые органы начинают работать с такими налогоплательщиками. Постепенно это количество возможно уменьшится, потому что при каких-то определенных обстоятельствах изначально, если мы приняли решение, что налогоплательщик какой-то обязан представить декларацию, то может выясниться, что у него вовсе нет обязанности это сделать. И поэтому этот список немного уменьшается. Но все же в прошлом году в налоговые органы Приморского края были представлены декларации порядка 50 тысяч с исчисленной суммой налога к уплате. Либо возможно, что это были декларации, в которых не был исчислен налог. Но в любом случае в этих декларациях был задекларирован доход, который подлежал декларированию. Что составляет порядка 97% от количества обязанных, которые должны были представить декларацию. То есть 100% привлечения к декларированию не было обеспечено. А куда делись те самые 10%? Увильнули каким-то образом? Те 3 с лишним процента налогоплательщиков они не представили декларации, потому что посчитали, что они могут это сделать. И тем самым они нарушили налоговое законодательство. Но к таким налогоплательщикам у нас была применена административная ответственность в отношении них. Их были составлены протоколы об административном правонарушении, потому что они не исполнили требования налогооргана о предоставлении декларации по форме 3 НДФЛ. Ну и соответственно нарушили закон. Ну и соответственно нарушили закон, конечно, да. А что касается тогда декларационной кампании 2021 года? Она уже, я так понимаю, тоже подходит к своему концу? Она не подходит к концу. Декларационная кампания, она длится весь налоговый период, да, весь год, в течение года. Но есть такой рубеж, это 30 апреля. 30 апреля это срок предоставления декларации по форме 3 НДФЛ, установленный налоговым кодексом. И для тех лиц, кто обязан представить декларации, этот срок очень важен. После этого, после того, как 30 апреля пройдет, уже налоговыми органами проводятся дополнительные мероприятия по привлечению налогопотечников, которые уклоняются от представления декларации к декларированию доходов. В любом случае, как бы на 30 апреля у нас не получается обеспечить максимальное количество физических лиц к декларированию доходов. Но к концу года это количество все равно увеличивается. И, к сожалению, у нас никогда не получалось, чтобы было стопроцентное привлечение, но мы стремимся к этому. Ну, то есть 30 апреля, напомним, это такая определенная точка, когда нужно сдать декларацию по форме 3 НДФЛ. Да, а с учетом того, что у нас осталось буквально несколько дней до истечения вот этого вот установленного налоговым кодексом срока, то хотелось бы поторопить тех лиц, которые еще, как бы, наверное, затягивают, да. Хотят, но по каким-то причинам откладывают это на завтрашний день, что осталось совсем немного времени. Но неужели никаких дополнительных резервных дат не даст налоговая тем, кто не успел по каким-то причинам? Нет, пожалуйста, вы представляете, и после 30 апреля, безусловно, мы, как бы, не ограничиваем этим сроком. Единственное, что после 30 апреля у нас уже за несвоевременное представление декларации предусмотрены штрафные санкции. Да, придется копеечку заплатить. Да, и вот здесь у нас вот этот размер штрафных санкций напрямую зависит как от суммы налога, которая исчислена к уплате, так и от количества месяцев просрочки представления декларации. Поэтому чем дольше вы будете думать о том, что надо бы представить декларацию, но все как-то не досуг, тем больше будет потерь бюджета вашего семейного. Да, чем дольше думаете, тем больше сумма. Совершенно верно. Поэтому думайте быстрее. Думайте быстрее. Да, мы так много говорим. Форма 3НДФЛ. Что это такое? Налоговая декларация? У нее просто есть такое название. Да, она называется формой декларации, называется форма 3НДФЛ. В этой декларации налогопотечник отражает все доходы, которые подлежат налогообложению, самостоятельно исчисляет с этих доходов сумму налога, применив, если он на то имеет право, налоговые вычеты. И уже на основании этой декларации, так как он самостоятельно исчислил налог, он должен уплатить эту исчисленную сумму не позднее 15 июля текущего года. То есть представить декларацию до 30 апреля и уплатить налог до 15 июля. Этот срок точно так же, как и срок представления декларации, он определен налоговым кодексом. И если он нарушен, то к налогопотечнику применяются также штрафные санкции, размер которых зависит от неуплаченной своевременно суммы налога. Так, теперь давайте к самому интересному. Кто должен подавать декларацию по форме 3НДФЛ? Ну, начнем с самого, наверное, распространенного дохода. Это доход от продажи имущества. Имущества как движимого, так и недвижимого. Ну, это, например, транспортные средства. Возможно, что вы сдавали, если у вас в собственности есть несколько объектов недвижимости, и вы одним из них не пользуетесь, и можете позволить себе сдать в аренду, то доход, полученный от сдачи имущества в аренду, также подлежит налогообложению. Возможно, вы участвовали в лотереи и получили выигрыш. Этот выигрыш также облагается налогом на доходы физических лиц. Может быть, вы являетесь участником организации, учредителем, и продали свою долю в уставном капитале организации. Тогда этот доход также подлежит налогообложению. Возможно, вы оказывали услуги кому-то, да, по договору гражданского правового характера. Тогда тоже этот доход подлежит налогообложению. И его необходимо задекларировать в налоговой декларации. А зачем? Ну, а вообще зачем, да, действительно. Не так положено. Но начнем с того, что вообще налоги для чего нужны. Мы же, раз, существует у нас такая обязанность платить налоги с полученных доходов, и эта обязанность, она для всех одинаковая, да, и эти денежные средства, они же идут, опять же, для улучшения нашей жизни, да, поэтому если мы не будем на содержание государства какую-то сумму денежных средств отчислять, то наше государство просто развалится, а кто будет содержать весь тот механизм, который позволяет нам жить все лучше и лучше. Ну, то есть это самые простые налоги, которые мы постоянно платим. Совершенно верно. И которые необходимы, да. Да, и причем налог на доходы физических лиц, он очень такой существенный, и в бюджетной системе он занимает не последнее место. Поэтому, ну, нужно подумать о том, что мы хотим жить хорошо, но при этом, как бы, начнем с того, что у нас серая заработная плата выплачивается, и кто-то показывает наименьшую сумму дохода на самом деле, и с этой суммы дохода исчисляется, соответственно, налог на доходы незначительный. Поэтому все-таки нужно исполнять те обязанности, которые у нас предусмотрены. И, как бы, мы все граждане Российской Федерации, поэтому должны быть законопослушными. Согласна. Сразу вспоминаю эту картинку, заплати налоги, да, и живи спокойно. Хочется, знаете, что спросить. Мы проговорили налог на доходы физических лиц. Интересный момент, ну, меня, по крайней мере, он цепляет во всей этой истории, это квартиры, которые сдаются в аренду. Действительно у нас так много в городе тех, кто предоставляет вот эти сведения. Мне кажется, у нас люди большей частью пытаются скрыть, наверное, эти доходы. Ну, хочу сказать, что да, самостоятельно не каждый хочет обнародовать свои доходы. Он считает, что квартира моя, значит, и доходы от ее сдачи точно тоже мои. Я ее честным трудом заработал, поэтому не буду я ни с кем делиться. Но есть люди, которые проявляют ответственность, гражданскую ответственность, я имею в виду, возможно, соседи, знакомые, которые видят в этом неправильное поведение своих знакомых или соседей и считают необходимым сообщить в налоговый орган о том, что сдается квартира в аренду. Поэтому, да, у нас пока еще не существует такой информационной базы, где бы можно было всех абсолютно физических лиц, которые сдают имущество в аренду, увидеть. Но в любом случае, внимание налоговых органов, какая-то часть таких лиц попадает. А можно ли сказать, что увеличивается количество вот таких социально ответственных граждан или нет? Становится больше тех, кто действительно декларирует доходы свои, тех, кто предоставляет сведения в налоговую? Ну, таких, конечно, людей становится больше. Но и потом у нас вот в плане именно декларирования доходов от сдачи имущества в аренду появилась возможность зарегистрироваться в качестве налога на профессиональный доход. Эта возможность, мне кажется, является привлекательной, потому что физическое лицо уже не обязано сдавать декларацию по форме 3НДФЛ и исчислять налог по ставке 13%. Здесь все значительно проще. Можно зарегистрироваться в смартфоне в программе «Мой налог» и самостоятельно... Ну, уже вести все эти процедуры. Вести этот учет, да, и как бы отражать ту сумму дохода, которую ты получил от сдачи имущества в аренду. И, соответственно, сумма налога будет тоже определяться. И также через смартфон ты можешь все это уплатить в бюджет. Дело в том, что чем это привлекательно, помимо того, что тебе не надо будет подавать декларацию по форме 3НДФЛ, ставка налога значительно меньше. 4% — это при сдаче имущества в аренду физическим лицам, и 6% — при сдаче имущества в аренду юридическим лицам. То есть, ну, как вы видите, да, разницу. Поэтому тот, кто все-таки хочет быть законопослушным и в то же время сэкономить денежные средства, да, то есть минимизировать отчисления в бюджет, может воспользоваться такой возможностью и зарегистрироваться в качестве такого налогоплательщика. Да. Сегодня все шагает вперед. Есть какие-то нововведения в части администрирования, еще чего-то? Ну, у нас вот богатые на изменения были предыдущие два года, было очень много принято законов, которые внесли изменения в налоговый кодекс. Если коротко, то, например, с прошлого года у нас налог на доходы физических лиц с выигрышей полученных от участия в азартных играх и игровых автоматов определяет уже налоговый орган, сумму дохода, налоговую базу, сумму дохода. И налогоплательщик уже не должен самостоятельно декларировать такие доходы, как это было раньше. И в этом году ему не надо будет представлять такую декларацию в связи с получением дохода от участия в азартных играх. Он получит от налогового органа уведомление об уплате налога, где будет исчислена сумма налога, и должен будет заплатить на основании этого уведомления налог не позднее 1 декабря текущего года. Также интересным нововведением, важным, скорее всего, даже не интересным, а важным, является дифференцированная ставка налога на доходы физических лиц. Ну, как бы образно сказать, да? У нас теперь суммы дохода, превышающие 5 миллионов рублей, исчисляется налог по ставке 15%. Да, мы все знаем, что эти денежные средства поступают на лечение детей больных с сложными заболеваниями, и это очень важное финансирование со стороны налогоплательщиков. Поэтому тот, кто получает доход в значительных размерах, просто будет помогать детям. Это хорошо. В том случае, если налогоплательщик в течение года получает доход свыше 5 миллионов, то налоговый агент, после того, как им получен доход в размере 5 миллионов, начнет исчислять сумму налога на доходы физических лиц уже по ставке 15%. Если же налогоплательщик из разных источников получает доходы, которые не превышают 5 миллионов, но в совокупности за год они составят больше 5 миллионов, то уже на основании тех сведений, которые поступят в следующем году от налоговых агентов, налоговый орган также определит налоговую базу для исчисления суммы налога в более высоком размере, и исчислит эту сумму налога, и точно так же налогоплательщик получит, но это уже будет в следующем году, получит уведомление на уплату налога, и должен будет уплатить налог не позднее 1 декабря, но уже 2022 года. Еще одним нововведением, наверное, думаю, тоже вы это слышали, является тот факт, что у нас теперь проценты, полученные в банках от вкладов, также облагаются налогом на доходы физических лиц по ставке 13%. Но там как бы за вычетом, там не вся сумма облагается, за вычетом и в размере 1 миллиона. И эта сумма точно так же налоговый орган, сумму налога определит и отразит в уведомление, которое направит в налогоплательщику, и налогоплательщик на основании этого уведомления уплатит налог. На наш взгляд, очень хорошим изменением является тот факт, что теперь у нас в том случае, если налогоплательщик своевременно не представит налоговую декларацию, то налоговый орган на основании имеющихся у него сведений проведет камеральную проверку в отсутствии такой декларации и начислит налог на доходы физических лиц полученных доходов. Это можно будет сделать только в отношении имущества, которое было продано налогоплательщикам и находилось в собственности менее минимального предельного срока, а также в отношении имущества, которое было подарено налогоплательщику физическим лицом, не являющимся ему родственником. Потому что у нас, если имущество получено в дар от родственника, то в соответствии с налоговым законодательством это не является доходом, подлежащим налогообложению. Что касается минимального... То есть здесь же тоже в дар или наследование? В дар и... Нет, я говорю сейчас про дар, что подарил. То есть если ты, допустим, я вот такая вот... Добрая женщина, да. Вот хочу подарить своей знакомой квартиру. Тут будет налог? Будет налог. А вот если я, добрая женщина, подарю своей внучке или своему сыну, то нет, они не получат доход в натуральном виде, и этот доход не будет подлежать налогообложению. А теперь вот хотела все-таки пояснить относительно минимального предельного срока владения имуществом. В отношении недвижимого имущества у нас с 2016 года минимальный предельный срок увеличился до 5 лет. Если раньше было 3 года, про что вы сказали, то сейчас 5 лет. Но есть ряд исключений, при которых минимальный предельный срок ограничивается тремя годами. Это если квартира, например, получена в дар от родственников или по наследству, если квартира приватизирована, если квартира попала в собственность в результате заключения договора ренты и если это единственное жилье продается. Причем единственным считается жилье и в том случае, если не более чем за 90 дней до продажи такого объекта недвижимости налогопотечник приобрел другое жилье. То есть законодатель побеспокоился, что человек не может уйти в никуда, продав свою квартиру. Поэтому предоставляется такая возможность в течение 90 дней иметь еще и вторую квартиру. Ну то есть просто для того, чтобы съехать. Для того, чтобы съехать, да. Во всех остальных случаях у нас минимальный предельный срок, это, как я уже сказала, 5 лет. Относительно иного имущества, например, транспорта, там минимальный предельный срок, это 3 года так и остался. 3 года. Сколько нюансов, сколько интересных нюансов. Знаете, что еще? Это такое лирическое отступление. Я читала где-то в социальных сетях, и поэтому не могу не спросить. Людям было очень интересно, когда объявили вот об этих 15%, если доход превышает 5 миллионов, в случае, если квартира была получена по наследству, либо в дар, она превышает 5 миллионов. Вы знаете, это правильный вопрос, потому что вот в эти 5 миллионов рублей не входят доходы, полученные от продажи имущества. Совершенно верно. То есть, либо... То есть, всем те, кто писал, могут успокоиться? Могут успокоиться, да. В принципе, из них не возьмут эти 15%. Да, 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 совершенно верно. Потому что там такие достаточно серьезные... Ну, конечно, да, потому что жилье у нас сейчас достаточно дорогое, поэтому, безусловно, это бы отразилось, да, и многие пострадали от этого. Особенно у нас во Владивостоке, тем более. Что будет с теми... Вернемся к нашему 3НДФЛ, да. Что будет с теми... И декларирование. Что будет с теми, кто не успеет подать? Какие меры ответственности? Мы уже проговорили, что это штрафы. Ну, давайте как-то подробно. 20% от суммы исчислено к уплате, а также будут исчислены пени за каждый день просрочки уплаты налога. Поэтому в любом случае нужно все-таки поторопиться и все сделать в срок. Тогда последний вопрос, Ирина Владимировна. Самый главный, наверное. Какими сегодня способами можно подать декларацию? Потому что налоговая служба, она тоже не стоит на месте, она тоже приобщается к современным технологиям. Я бы сказала, все уходит в интернет. Какие способы существуют на сегодняшний день? Ну, начнем с того, что декларацию можно подать как на бумажном носителе, так и в электронном виде. Если вы не обладаете или, может быть, не желаете заполнить декларацию в электронном виде, воспользовавшись новшествами, то можно по старинке скачать программу с сайта ФНС России «Декларация», заполнить декларацию в программном обеспечении, распечатать ее, не забыв о том, что у нас двухсторонняя печать запрещена, и поэтому необходимо каждый лист декларации распечатать на своем листе отдельном и представить в налоговый орган. Представить в налоговый орган как можно будет. Либо вы самостоятельно придете. Кстати, хочу сказать, что у нас с 26 числа открываются двери всех налоговых органов Приморского края, поэтому если вы желаете лично посетить налоговый орган, то вы вправе это будете сделать. Также можно эту декларацию будет представить через МФЦ. Причем день представления декларации в МФЦ является днем представления ее в налоговый орган. Поэтому если осталось тут сегодня полдня, то ничего страшного. Точно так же можно отправить почтовым отправлением. Это тоже спасет вас от штрафных санкций, потому что день отправки по почте является днем представления декларации в налоговый орган. Ну а если все-таки вы более продвинутый человек, я хочу сказать, что это даже и не так сложно воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика. Потому что декларация сама по себе заполняется гораздо проще, чем в том же программном обеспечении, так как все основные сведения о вас содержатся в вашем личном кабинете. И поэтому вам не придется руками набирать какие-то данные о вас. Туда же подтянутся сведения из справки 2НДФЛ. И вам останется лишь только, если вы заявляете имущественный вычет, указать ту сумму, которую вы хотите заявить. Если же вы заявляете доход от продажи, то это еще гораздо проще. То есть выбираете нужное вам направление и декларируете доход. Прикрепляете к декларации подтверждающие документы, если на то есть необходимость. И одним кликом направляете все это в налоговый орган. И все, в этот же день она уже поступила в налоговый орган и зарегистрирована. Поэтому это самый популярный способ на сегодняшний день. Кроме того, появляется возможность проследить ход проведения камеральной проверки. И увидеть результаты камеральной проверки. А также создать там же, в этом же личном кабинете, заявление на возврат излишнеуплаченного налога, если вы заявляете налоговые вычеты. И потом вы можете находиться в переписке с налоговым органом, если возникнут какие-то вопросы. Там же создать в личном кабинете обращение в налоговый орган, на который вы получите ответ. То есть, вот тот близкий контакт с налоговым органом, он не потребуется, личная явка в инспекцию. Все это можно будет сделать буквально на диване, сидя. Главное успевать в сроке. А если не успели, ну, все равно поторопиться. Все равно нужно поторопиться, потому что, опять же, я уже сказала о том, что у нас срок представления декларации определен. И просрочка представления декларации, она чревата штрафными санкциями, которые напрямую зависят от суммы, так и от времени просрочки. Поэтому, чем дольше вы будете думать, тем больше будет штраф. Ну, Ирина Владимировна, надеемся, что будут увеличиваться в процентном соотношении те граждане, которые подают все вовремя. Я очень на это надеюсь. И я вот все-таки хотела бы сказать, что те лица, которые продали имущество, да, или получили его в дар, недвижимое имущество, что они должны иметь в виду, что если раньше они по каким-то причинам могли отсидеться, да, и как бы не проявить свою активность и не представить декларацию, то сейчас в любом случае налоговый орган самостоятельно исчислит, да, после 15 июля, то есть срока уплаты налога. Если не будет представлена декларация, то налоговый орган проведет камеральную проверку и начислит налог, и придется его уплатить, и уплатить штрафные санкции. Всем хочу пожелать все-таки проявить активность и поторопиться с декларированием доходов. Спасибо, Ирина Владимировна. Надеюсь, что будет полезен наш эфир многим. Я тоже на это очень надеюсь и хочу, чтобы все прониклись и поняли, что от них зависит благосостояние нашей страны в том числе. Это была программа «Время говорить», и мы сегодня обсуждали декларационную кампанию 2021 года. В гостях у нас была Ирина Владимировна Ташкинова, главный государственный налоговый инспектор отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов Управления Федеральной налоговой службы России по Приморскому краю. В студии работала Юля Ракотская. Увидимся на Восьмом.